Начиная с 2018 года в Хабаровске проходят Дни таджикской культуры. Культура Таджикистана это изящное и спокойное восточное миропонимание. Во все времена таджики были привержены соседанию и творчеству, науке, просвещению, почитали независимость и добрососедское существование. История таджикского народа уходит корнями в глубину веков, к началу человеческой цивилизации, поэтому культура этого народа по-настоящему самобытна. Традиционно Дни таджикской культуры в Хабаровске это большой праздник с песнями, танцами и угощениями. В этом году из-за пандемии массовые гуляния под запретом, однако сегодня в эфире телеканала «Губерния» мы хотим рассказать вам о культуре и жизни таджикской общины в Хабаровске. Наш первый материал посвящен традициям гостеприимства. Нас сегодня пригласили в гости в дом семьи Холовых. Здесь сегодня собрались родственники и друзья, чтобы отметить Дни таджикской культуры в Хабаровске. Вот представитель уже второго поколения семьи Холовых. Здравствуйте! Салам алейкум, здравствуйте, добро пожаловать, рад был вас приветствовать сюда, к нашему дому. Пройдите к нам домой. Ну что ж, отправляемся на экскурсию в настоящий таджикский дом. Дом семьи Холовых разделен на две половины – мужскую и женскую. Мужчины в этот праздничный день пьют чай. У нас обычай такой, что там мужчины отдельно садятся на стол, женщины отдельно. Это у нас от предки. Вот поэтому мы собрались здесь, на эту комнату, мужчины госты. Мы даже на 40 градусов жара пьем чай обязательно. Горячий? Да, горячий чай, горячий. Пока мужчины отдыхают, женщины заняты готовкой. В честь праздника стряпают любимую всеми таджиками сдобу кульчу. В тесто входит, получается, молоко, растительное масло. За главную хозяйку сегодня Ольга Нурдинова. По происхождению Ольга русская. 17 лет назад она вышла замуж за таджика, приняла веру мужа и досконально изучила таджикскую кухню и культуру. Все, что я умею, у меня научилась и кровь котелать. Самая вкусная кульча получается при выпекании в тандыре. Но для того, чтобы справиться с живым огнем, хозяйке нужно знать много премудростей. Я не понимаю, почему лепешки не падают в огонь? Ну, их, вот смотрите, с этой стороны их мочат как в солевом растворе получается, а вот с этим потом обычной водой. Потом они мокрые же, они будут прилипать. Мне разрешили на праздники, как гости, прикоснуться к святая святых и самой прилепить будущую кульчу к тандыру. Тут очень жарко, мне очень страшно. Господи, мамочки, ничего не вижу. Ау! Ой! Раз, два, три! И упала! Ну вот, у меня упала, и плохая из меня хозяйка. Простите, что я вам тут все испортила. Нужно мастерство, это годами надо, годами. Ольга признается, что тоже не сразу научилась готовить на тандыре. А у меня сколько они падали потом только, мама всегда, свекровка всегда говорила, хоть обожгешься, не обожгешься, не бойся, говорит. Тесто, говорит, никогда не бойся. Говорит, упадет, говорит, ничего страшного. Второй, первый раз, говорит, как говорится, блинком, хомом, да, идет. Второй блинк хомом. А третий раз, говорит, получится. Но одной кульчой праздничный стол не обходится. Хозяйки общими усилиями готовят целый пир. Все на живом огне. Так вкуснее. Ну, а вот женская половина. Здесь такой же стол, столько же угощений. Сидят прекрасные гости. Расскажите, пожалуйста, как вообще устроено это пространство? Я вижу, что сидеть надо на полу. У нас это на каждой таджикской семье. Всем вот в комнате накроено вот этой крупачушке. Матрасики, которые называются по-нашему крупачушке. И вот, видите, на середине у нас катер, даст архан. Хотя мы хоть сейчас живем в России, все равно мы продолжаем свои традиции, обичья. По своим, по таджикским традициям, обичьям живем. Каждая таджикская семья так и живет. И продолжает свои традиции, обичья. После нескольких часов готовки, когда таджикские хозяйки своими руками на живом огне, несмотря на жару, «Наготовили столько вкусноты, мы сели за стол». Глаза разбегаются. Боюсь напутать название. Махтоп, расскажите, что здесь нам наготовили? Это наши женщины готовили таджикские национальные блюда, мошки-чири. Это одно из древнейших наших блюд, которые наши предки готовили. И вот мы продолжаем. Тут мясо, бобови, рис. Это заправляется с кислым молоком. Кульча, национальные лепешки, которые национальные таджикские. Кульча, гирдача, лепешки большие, которые в Тандуре пекли, вы сами видели. Тут есть сала, тут есть орзук, тут есть оши тупа, которые девчонки. Вот торт наши девушки пекли. Не будем томить гостей, не будем томить хозяек. Сейчас начнется настоящее таджикское застолье в честь Дней таджикской культуры в Хабаровске. Ну а мы с вами прощаемся. Наталья Смоленинова, Вячеслав Гирич, телеканал «Губерния». У нас в гостях Мактоп Гафурова, председатель краевой общественной организации «Таджики Дальнего Востока». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот мы уже говорили о том, что таджики – это древний народ. Это знают все. Но вот хочется интересных подробностей. Вообще откуда берет свое начало история вашего народа? Прежде всего я хочу поздравить всех дорогие друзья, уважаемые хабаровчане, наши соотечественники с Днем таджикской культуры. Прежде всего желаю здоровья, удачи, благополучия им и их семье и мирное небо над головой. Всем известно, что мы, таджики, являемся одним из древнейших национальностей во всем мире. У нас вся история, наша культура наша очень древняя. Вот когда отмечали в 2005 году около трех тысячелетий города Куля в Таджикистане. И там археологи исследовали в своих научных работах наш дворец, дворец царя нашего, Патишаха Хатлонского. И там была арена, арена, вот выступали наши в дворце нашего Патишаха, там наши ученые, артисты, они пели фолклори, вот свои четырестыщие рубаи, которые играли нашими старинными музыкальными инструментами. И там как они были? Вот арена была, выступали, а под ареной, как сейчас за кулисами, была вот как лестничная сделана, как подвали. И там вот артисты, вот которые ученые, когда хотели выступать, там они переодевались и готовились. Ну, практически как коллизии. Хотя Римской империи еще и поминято не было. Да, это цивилизация у нас, о чем мы говорим, что наша цивилизация действительно очень старая, древнейшая в мире. Наши предки занимались в те годы, ну, вот тысячелетия тому назад земледелием, скотоводством, и было вышивание, вышивание было. Они текли ковры с шерстью, нитки сами плетали, нитки шерстью, хлопчатобумажные, и сами красили, вышивали. И было ювелирное мастерство, было кулинарное мастерство, гончарное мастерство, и вот поколение до поколения вот передается. И мы не забываем... Вот как удается передавать традиции, как удается их сохранять в течение времени? Мы очень ценим свою историю, свои традиции, культуры. И вот наши прабабушки передали нашим бабушкам. Вот именно я по своей семье говорю, как я вот выросла. Про бабушка передала бабушке, бабушка маме. Вот мама мне, я сейчас бабушка, я вот своей дочке. Моя дочка свои детей. И вот мы поколение к поколению мы передаем, чтобы не забыли наши дети, свои истории, культуры, своих предков. Сейчас сложное для всех время из-за пандемии. Каким образом вы поддерживаете друг друга? Действительно, самоизоляция находилась наша тоже. Но спасибо нашим предпринимателям. По нашей инициативе, нашей организации, предпринимательша Ахмедова Шаруфат Мамаджоновне, большое спасибо. Это хозяйка сет Восточный кафе. Она по нашей инициативе оказала помощь больше 200 наших земляков. Они находились в трудной ситуации, они не работали. И вот продуктами питания, медицинским оборудованием, лекарствами она вот обеспечивала их. Еще я хочу сказать спасибо нашему младшему поколению, нашему молодому предпринимателю. Насру Лоева Хоким Джон Хабибу Лоевича. Который тоже по нашей инициативе, нашей организации, мы оказали помощь более 100 наших земляков. В том числе 86 студентов, которые обучались, таджикские студенты, которые обучаются в Дальневосточном государственном университете путей сообщения и в Дальневосточном медицинском университете Хабаровска. И вот с помощью его мы по домам малоимущим возили продукты питания, медицинские лекарства и так далее. И студентам вообще мы обеспечили их, чтобы они не выходили, не заразились, естественно, чтобы спасли и берегли свои здоровья. Еще хочу тоже сказать спасибо нашим предпринимателям Убайду Лоева Нуридина, который тоже по нашей инициативе оказал 5 семьям в сумме 12 тысяч рублей. И еще наш соотечественник Сангиньон Тура тоже в сумме 10 тысяч рублей оказал помощь нашим землякам, которые попали в эту трудную ситуацию. Всегда наши старшие, наши дедушки, бабушки нам всегда говорят, помогай, даруй, садака делай правим рукам, чтобы твоя левая рука не чувствовала. Это о том говорит, это не что, чтобы твоя рука, это означает, что ты, когда делаешь благотворительности, ты помогаешь, садаку делай, чтобы кроме Всевышнего, чтобы ты не рассказал, чтобы принял твои вот это садака, твои даяни, это вот милости, поддержку, чтобы только он знал. И есть товарищ, и он никогда не говорит свои фамилии, имя, но он всегда оказывает помощь только женщинам. Дни таджикской культуры в этом году проходят исключительно в телевизионном формате. Специально для наших корреспондентов таджикская община показала свои традиции празднования. Наталья Смоленинова расскажет подробнее. Давай, давай, еще раз. Это национальная таджикская борьба Гуштини-Мили. На ковре два равных по силам спортсмена. Каждый в национальной одежде для борьбы. Форма украшена платком с традиционным орнаментом. Этот вид спорта знаком любому таджику с малых лет. Мы все занимаемся там, у нас в стране. С пяти лет, когда мы уже начинаем ходить, вот отцы наши, старшие братья, наш отец в зал, старшим тренером, тренер Ахмад, спасибо ему. Такие показательные бои – обязательная часть больших национальных праздников в Таджикистане. С древних времен молодые люди в поединке выявляли самого сильного и ловкого. Суд, что там соперника надо положить на плечо, на лопатки. На лопатки надо положить. Это наша национальная борьба. Эмомедин Саймединов уже несколько лет тренирует в Хабаровске борцов. В скором времени спортсмены отправятся на соревнования в Якутию. В сегодняшнем праздничном бою победила дружба. Пока мужчины заняты борьбой, таджикские девушки прихорашиваются. Косички мы заплетаем, чтобы волосы были хорошие, длинные. Видите, она из хлопка, вот видите, сами вот готовили. Традиция заплетать девочкам десятки косичек очень древняя. Женщины верят, что это улучшает рост и богатство волос. Идеалом парикмахерского мастерства считают 40 заплетенных косичек на одной головке. Чем тоньше, тем лучше. У нас даже вот невесты тоже заплетают и потом одевают тюбетейку. У нас еще есть такие эти, которые с серебряными монетами. И она вот, когда невеста ходит, она вот такой звон идет. И видно, что невеста по двору подметает или что. Новое поколение бабушкиными секретами красоты не пренебрегает. Расскажи, пожалуйста, а тебе часто мамы, родственницы делают такую прическу? Да. Ну, часто делаю. Но я и сама делаю себе косички каждый день. Когда на улицу или сама в доме, я сама делаю. По праздникам на общее обозрение достают национальную одежду, ковры, посуду. Некоторые наряды и предметы утвари так искусно сделаны, что достойны места в музее. Это наш ковер. Очень старинный. Очень старинный. Тоже с тысячелетиями историями. Каждая мать на предании своей дочке, все соседи, собирая, вышивают вот такой ковер. Каждая таджикская девушка, когда замуж выйдет, обязательно у него должна быть вот этот ковер вышитый. Даже за тысячи километров от Таджикистана люди помнят и чтут свои традиции. Учат детей ремеслам, рассказывают о праздниках. Так на новой родине мужчины и женщины сохраняют уникальную культуру, которая корнями уходит еще к древним персам. Наталья Смоленинова, Вячеслав Гирич, телеканал «Губерния». Махтоп, вот хотелось бы спросить. Вы сегодня, я так понимаю, в традиционном наряде. Вот расскажите поподробнее о традиционной наряды. Из чего они состоят? Национальные костюмы. Это те же костюмы, которые были три тысячи лет назад. Сколько удалось их сохранить? Вот эти подробности интересуют. Вот платье, которое на меня есть, это наше тоже. Вот оно с тысячелетиями историями. Но раньше наши предки вышивали руками. Мы до сих пор продолжаем. У нас такая, мы эти костюмы вышиваем. Наши матери вышивают нам на свадьбу, подарят вот такие наши традиционные костюмы. И на праздниках, на свадьбу дарят. Наш основной костюм, национальный, чисто таджикский костюм, вот это платье, которое с вишивками. Вот это платье, которое сейчас меня видите, уже это современило. Это уже на машинку шьют. Вот это мы вот. Все равно мы продолжаем вот эту руку, которую рукамищим тоже продолжаем. Она есть. И все традиции мы вот сохраняем и передаем, естественно, детям. То есть почти не поменялось ничего? Не поменялось. Не поменялось. Мы продолжим и ценим. У нас самая такая традиция принимать гостей. Такой вот обычный обряд, который мы, таджики, принимаем гостей, это ни в других национальностях, нигде не принимается. У нас гость является дар Божий. Хвалу Аллаху говорят, что он дал нам сегодня гостя, чтобы гость прибыл к нам, вот пришел. И мы вот сидим за одним дастарханом. Дастархан называется стол, которым мы накрываем. И сидим. И когда обслуживает чай, начинается с чаем. Всегда в таджикский стол подается чай зеленый и черный. Кто зеленый, кто черный. И, естественно, по традиции, по обичию, сами младшие члены семьи разливают чай и дают. Еще у нас такое обичие, когда нам подают чай, чашки, мы должны левая рука ложить в правой стороне груди, правым принимать пиалушки и принимать. И потом в конце мы еще все руки поднимаем и считаем, там взрослые считают, что спасибо Всевышнему, чтобы нам вот эта вся вот эта еда была. И у нас присутствовал этот гость. И все вот это омин делаем. И в этом и заканчиваем. И когда, если гость хочет уйти, мы ее провожаем. Если нет, остается для него. Это гостиная и спальня, и все мы организуем, и кормим. И он будет у нас находиться. Телеканал «Губерния» охотно поддерживает Дни таджикской культуры. И у нас есть поздравление руководителя Таджикского культурного центра Москвы Хуршиды Хамракуловой. Дорогие друзья, я руководитель региональной общественной организации Таджикский культурный центр города Москвы. Сердечно поздравляю вас от имени всей нашей команды и всей общественности Москвы, а также от имени Совета по делам национальности и при правительстве Москвы с замечательным вашим праздником – Днем таджикской культуры в Хабаровском крае. Я была в прошлом летом у вас в городе, в Хабаровске, и встретила необыкновенное дружелюбие и гостеприимство. И вспоминаю с ностальгией ваш город. И очень надеюсь, что в следующий раз я на празднике буду у вас. Дорогие друзья, мне кажется, что культура – это самый мощный, самый эффективный инструмент единения людей. И мне кажется, сегодняшний день, День таджикской культуры – это тоже день единения людей самых разных национальностей, живущих в Хабаровском крае. Я желаю, чтобы этот праздник у вас был замечательный, светлый, радостный. В связи с этим я вспоминаю слова классика таджикской поэзии, который сказал Мой перевод этих строк я посвящаю сегодня вам, дорогие хабаровчане. Нет в этом мире радости полней, чем быть в кругу достойнейших друзей. Для сердца горесть ни мгновения нет, Минуты той, что нас лишит друзей. Я желаю, чтобы вы всегда утопали в океане любви, доброжелательности, преданных друзей. Хорошего вам праздника. Махтоп, мы хотим поблагодарить вас за это интересное интервью и от всей души поздравляем вас с праздником. Спасибо. Напомним, у нас в гостях была Махтоп Гафурова, председатель краевой общественной организации «Таджики Дальнего Востока». Махтоп Гафурова